Василий Степанович В президентном коммунике должны были подписать, а в всеобщем не в мешательстве. Ну а после этого надо, как водится торжественный обед, дать честь президента и всей его клики. Тут супруг Катерина ему и говорит, дался тебе Василий, это лабрадорский президент. Пятый раз приезжай, все его обедами кормить. Продуктов на них не напасешься, голова пухнет. А Василий Степанович отвечает ей по-государственному, ты, Катерина, не права. Они нас тоже у себя хорошо кормили. Индейку давали, ананасы, кляре. Да, говорит Катерина, от этого кляра такие пятна на юбке остались. Ни одна химчистка не принимает, хоть бурде в ФРГ звони. А Василий Степанович опять ей по-государственному. Зато мы им за эти пятна ноту протеста выставили. И они нам в страну зубную пасту подбросили. А Катерина говорит, ты мне, Василий, лапшу на уши не вешай. Пасту они нам продали за то, что ты евреев выпускать стал. Сколько их в этом годе уехало? Ни единого товара нет. Один Берия в рядах стоит мандаринами торгует. По 10 рублей за штуку. Где продукты, возмущается Василий Степанович? Где товары лабрадорского президента кормить нечем? И тут откуда ни возьмись, подбегает к нему директор рынка. Он же министр финансов. Но у вас нет чего не бывает. И ласково так шепчет. Где товары, Василий Степанович? Где продукты? А все товары ваши кооператоры скупили. А от пайков вы сами отказались. Отказались. Ой, погорячился ты, Вася, говорит Катерина. А директор рынка продолжает. Ну ничего, я этим кооператорам такой налог прогрессивный придумаю. Мигом товары появятся. Рубль заработал, 5 государству отдай. Неизвестно, чем дело кончилось. Хорошо, троллейбус подошел. Влез Василий Степанович троллейбус. Поехал к именике подписывать. А супруга его встала в очередь в магазин. Купил двух цыплят венгерских, бройлерных, по записи. Десятки яиц пошла домой торжественный обед стряпать. Подписал Василий Степанович коммунике с нашей стороны. И поехали они с лабрадорским президентом завод «Синий богатырь» осматривать. Подводят их к знатному токарю-рекордисту. Работает токарь, секретные подшипники делают. Тут президент лабрадора и спрашивает с некоторым вмешательством во внутренние дела. А шо, господин токарь, небось, выпиваете на работе? А че ж, говорит токарь. А сколько? Сто? Могу и двести. А пятьсот? Тем более. А литр? И литр могу. А как же работа, спрашивает президент? А нормально, отвечает токарь. Как видите, стою и работаю. Тут Василий Степановичем овладел смешанное чувство стыда и гордости. Он говорит, а сколько токарь ты в месяц зарабатываешь? Триста, говорит токарь. А мы возьмем и водку по тридцатке сделаем, тоже пить будешь? А че ж, говорит токарь, буду. А мы не остановимся и до ста рублей повысим. А все равно буду. Тут Василий Степанович завелся. А мы и триста рублей бутылку сделаем. Мы такие. Эх, Василий Степанович, улыбается токарь. Не при президенте будет сказано. Вот видите этот секретный подшипник? Так вот он как стоил пол-литра, так пол-литра и будет стоить. Неизвестно, чем бы все дело кончилось, но супруга лабрадорского президента всех выручила и говорит на чистом лабрадорском языке. А какого хрена вы с обедом тянете? У меня уже кишка с кишкой разговаривает. И все обеды к Василию Степановичу пошли. Благо до дома недалеко было. За обедом едва международный конфликт не случился. Катерина на первое куриный бульон сварила с крутым яйцом. Стал президент яйцо вилкой поддевать. Оно скользит, не поддается. Хотел ложкой выловить, а оно из тарелки выскочило и по линолеуму. В кухню запрыгало, где его кошка и приходила. Тут президент лабрадора встал, красный такой и говорит, это хамство, свинство, энд издевательство. Мне такие скользкие яйца подсовывать. Придется возобновить гонку вооружений. Хорошо, что во сне дело. В общем славно прошел прием, не считая еще одного печального инцидента. Министер культуры перебрал, заперся в сомнеченном санузле. Кукарекал. Два часа никого не впускал. Василий Степанович вынуждал ему внушение сделать. Еще, говорит Тимофеич, сделаешь такое, не знаю, что будет. Ты и на женском конгрессе очередь собрал. И на конференции не присоединившихся стран стучались к тебе. Еще раз такое отмочишь, отправлю тебя послом в Катманду. Потом стоять для почетных гостей такси вызывать. Заказ принимают только на август 1994 года. А у президента самолет утром. Поставили частника, левака. А он наглый оказался. Женщин говорит, куда хочешь, повезу и бесплатно. Сам заплачу. А мужиков ни за какие деньги, я не из этих. Еле Катерина его уговорила. Пришлось с собой пожертвовать. Побрел Василий Степанович домой, стал в подъезд тыркаться, а лифтерша его не впускает. Они еще, говорит, по ночам с иностранцами группой сексом заниматься. Да, тоскливо подумал Василий Степанович, надо все в этой стране коренным образом менять в лучшую сторону. Тут все коренным образом в лучшую сторону и изменилось. У вас нет чего не бывает. Как раз и проснулся Василий Степанович. Проснулся, разбудил свою жену Катерину и говорит, в удивительное время мы с тобой, Катерина, живем. Когда командно-административная система плавно переходит к карточной. Спасибо. Спасибо.